Я признал свою вину в суде первой инстанции и также я признал свою вину на перерассмотрение апелляционной инстанции Саратовского областного суда. Но, однако, во всех инстанциях я вижу, что в протоколе решения суда записано, что я не признал своей вины меня это категорически не устраивает и я не согласен с данными выводами судов первой и второй инстанции. Да, Ваша честь, я искренне говорю, что был введен в заблуждение организатором охоты, товарищем отросом, в том, что есть все необходимые документы и это подтверждено при допросе в суде первой инстанции. Он сказал, что да, он высказал мне, Рашкину, который приехал, при его приглашении, что документы есть, что можно доставлять, накопытно, что все нормально. Да, я признаю вину в том, что не проверил документы, которые необходимы было бы, наверное, посмотреть, взять, изучить, но до этого, учитывая нашу многолетнюю дружбу и где-то в среднем один-два раза в год я приезжал по приглашению, всегда документы были и когда была охота удачной, когда было отстырялся соответствующих животных по лицензии, эти лицензии косились, давались документы на транспортировку и никаких вопросов никогда не было. И в этом случае, так же, как и предыдущая, была организована данная охота. Вот в этой части я признаю, что нарушил действующее законодательство по охоте, по ведению охоты, тем более это организация коллективной охоты, и ряд норм были нарушены. Я, внимательно изучив документы уже по ходу следствия, по ходу судебных заседаний, однозначно пришел к этому выводу, попросил прощения и надеялся на то, что данный вопрос будет рассмотрен в досудебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для того, чтобы это случилось, и понимая свою меру ответственности, и понимая, что был нарушен закон, я принял все, на мой взгляд, меры, которые бы могли способствовать тому, чтобы данный вопрос был рассмотрен в досудебном порядке. Я действительно оплатил, и это подтверждает соответствующие документы, в комитет по охоте Роболовского и 80 тысяч штрафа, и 320 тысяч, значит, пятикратный размер, который требовался. Более того, сверх этого было, значит, многое проплачено еще 80 тысяч, учитывая, что было высказано, что это мало, и надо кроме 400 еще и штраф отдельно выплатить. В этот же период я организовал прокладу кормов для Васей в Лавынский заповедник. В это же время я оплатил все судебные издержки, издержки, которые принесли Средственный комитет, как потом оказалось, это были бюджетные средства, но я все равно это проплатил. Более того, Ваша честь, я принял меры, но на сегодняшний день считаю, что абсолютно как бы больше ничего я не мог предоставить на тот период, чтобы возместить Лосогорскому району охотничеству, в том числе и Комитету по охоте и рыболовству в живом виде лося. Было мной организовано опрос по всей стране, где имеются такие лоси данного вида, нашел их, заключил соответствующие договора. Более того, уже в последующих моих действиях я нашел лоси в Иркутской области, проплатил его, соответствующие документы по оплате и наличие предоставил и Комитет по охоте рыболовства, и соответствующие суды первой и второй инстанции. но понимая, что этот случай был организован, я ответственно об этом говорю, что этот случай абсолютно политизирован, этот случай как раз подводился под то, что было наказание, максимальное наказание по данному виду правонарушения. Комитет по охоте... Несмотря даже на решение суда, которое я подал на Комитет по охоте рыболовства о том, чтобы он делал это в власти, суд тоже мне в этом отказывал. Я считаю, что при совокупности этих факторов в Калининском районном суде должны были, обязаны рассмотреть досудебно данные материалы и ограничиться штрафами и далее судебное заседание не проводить. И считаю, что это не право суда рассмотреть в досудебном порядке, а это обязанность суда рассмотреть в досудебном порядке, чего не случилось и было вынесено решение проведения данных заседаний. Хотелось бы отметить, что в судах первой и второй инстанции никаким образом, а это и есть протокол, не было отражено возможности фальсификации доказательной базы, об этом я говорю, есть соответствующие заявления, есть заявления в следственный комитет, есть заявления в Калининский районный суд и областной суд о том, что в ходе вот этой охоты, когда были найдены ружьем, был произведен выстрел и была произведена чистка оружия, которое я не проводил, и об этом я заявил на суде и просил и в следственном комитете, и в суде первой и второй инстанции разобраться, кто, с какой целью и зачем произвел выстрел после того, как была закончена охота и через два дня была в тестах массовой информации опубликованы эти материалы. И следующее несогласие с выводами суда, что никоим образом не была дана оценка тем исследованиям, которые проводились соответствующим заявлением моему заявлению моего адвоката о том, что пуля пуля, которая фигурировала как вещественное доказательство в судах, попав в тело лося, раздробив ребро, кость, после этого вышла свободная полет, еще пробила дерево и там оставила следы крови лося. Сделано заключение завода изготовителя. Вы об этом пишете. Да, завода изготовителя, но я бы хотел, чтобы вы выслушали, потому что никаким образом суды не отреагировали на это. Никаким образом. Причем однозначно в заключении завода изготовителя там невероятность, там может быть какие-то стечения обстоятельств, что может быть пуля могла бы пробить это дерево после того, как вышло из тела лося. Однозначно, категорично, есть на соответствующем материалу суда, что данная ситуация невозможна, чтобы пуля, она имеет определенную конструкцию и оболочка свинцово-металлическая, она невозможна. Завершая, я бы сказал, что видя другие ситуации, подобные охоту, которые прошли только в 2022 году, еще раз прихожу к мнению, что данный вопрос абсолютно политизирован. Возьмите Гайворонского, это префект города Москвы, который выехал на охоту в Смоленске. В 5-м будущем вернемся к нашим судебным решениям. Да, Ваша честь, я завершаю и прошу моего ходатайства в секционной жалобе удовлетворить, отменить решение первой и второй инстанции судов и обязать ограничиться наказанием в виде досудебного рассмотрения и уплатой штраф в виде материальных ресурсов. Правовая оценка действия Морошкина дана правильно, она соответствует фактическим обстоятельствам установленным судом. Оснований древней квалификации действия осужденного не имеются. Исходя из характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения, личности виновного, принял во внимание все установленные обстоятельства, имеющие значение для назначения наказания, суд пришел к обоснованному выводу, что цели исправления осужденного могут быть достигнуты без цели от общества при назначении его наказания в виде условного лишения свободы. Уголовное дело рассмотрено с соблюдением принципов состязательности равноправия сторон. Все ходатые со стороны защиты, в том числе о прекращении уголовного дела в отношении осужденного в связи с применением судебного штрафа, разрешены с применением мотивов принятых решений. Оснований для его освобождения уголовной ответственности в соответствии со статьей 25.1 УК РФ у суда не имелось. Предпринятые Рашкиным действия по возмещению ущерба с учетом их объема, а также характера совершенного преступления не могли свидетельствовать о том, что принятые меры приведут к заклаживанию причиненного вреда и восстановлению пораженных интересов общества и государства. В этой связи суд пришел к обоснованному выводу о невозможности прекращения дела в связи с применением меры уголовного характера вида судебного страха и ближайшим образом мотивировал это решение в игровое. Суд второй инстанции должным образом проверил законность обоснованность и справедливость игрового. Все доводы изложенные в жалобах осужденного и защитника подвижных получили ближайшую оценку, что отрешено в апелляционном постановлении, содержание которого соответствует требованиям статьи 389 28 УК РФ поскольку нарушений уголовного и уголовного процессуального законодательства судами не допущено. В этом все полагаю, что судебное решение в отношении Рашкина стоит оставить без изменения кассационную жалобу без судебное 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 жалобу и уголовного социального комбекса остановил приговор Калининского района суда Саратовского области 22 апреля 2022 года апелляционного постановления Саратовского областного суда 23 мая 2022 года оставить без изменений кассационную жалобу без украины суда